Сегодня, 5 декабря, в Кировском районном суде продолжится рассмотрение дела в отношении приговора Андрея Викторовича. Долгий перерыв между двумя процессами был обусловлен тем, что прокуратура заявила ходатайство, и по ходатайству прокуратуры была проведена строительная экспертиза. Сегодня мы надеемся услышать заключение эксперта, оно будет оглашено в судебном заседании. Мы услышим ту цифру, в которую эксперт оценил строение, которое якобы было передано Андрею Викторовичу Паренгару путем обмана. О назначении такой экспертизы защита ходатайства во время всего предварительного следствия. Нам было написано не менее 10 ходатайств с нами следователи, как в середине расследования, так и в момент окончания предварительного следствия. И после ознакомления с материалом дела мы наставили на произведение экспертизы. Ошибка в назначении экспертизы заключалась в том, что дом был оценен как жилое строение. Однако уже на момент производства экспертизы было абсолютно ясно и понятно, что дом является самовольной постройкой, земля под ним не оформлена. И это строение можно оценивать только лишь с точки зрения стоимости строя материалов. И в ценах 2013 года именно к этому году и относится инкриминированное преступление. В данном случае назначена экспертиза, проведена и суд сформулировал вопрос именно так. Какая стоимость строительных материалов, затраченных на постройку этого строения. Поэтому в ближайшее время мы услышим эту цифру. Я думаю, что это сильно скорректирует как планы обвинения, так и естественные планы защиты. Ну и в ближайшее время мы об этом узнаем. Исходя из поставленных вопросов на разрешение экспертов, защита ожидает значительного снижения стоимости строя материалов. Полагаемо, что обвинение действительно должно быть изменено, скорректировано. Думаем, что тот ущерб, который был вменен на предварительном следствии, он будет значительно уменьшен. Ну и сама абсурдность обвинения, о которой мы говорили с первого дня и продолжаем наставить, на этой абсурдности обвинения. Я думаю, что вот это уменьшение стоимости имущества и уменьшение, как мы догадываемся, исходя из того, как проводилась экспертиза. И о чем мы и наставили, мы изучали различные методики проведения экспертизы. Мы понимаем, что падение стоимости, оно будет в разы. И, соответственно, вот это падение стоимости, которое мы ожидаем, оно подтвердит абсурдность этого обвинения. Разницу мы можем назвать? Разницу, я думаю, что в разы. Сейчас сменено миллион двести восемьдесят тысяч, но, естественно, в ценах 2013 года это столько не стоило. Я думаю, что это будет в разы. То есть это будет, ну то, что это будет значительно меньше миллиона, это понятно, но я думаю, что это будет крайне незначительная цифра. Потому что стоимость строя материалов, надо понимать, что это был просто сруб, без окон, без дверей, без внутренней отделки и стоящие на неоформленной земле. В целых 2013 года это стоит очень и очень недорого. И надо понимать, что эти бревна, они не калиброванные. То есть с одной стороны они толще, с одной стороны они уже. Это не самые дорогие бревна. Поэтому цена будет очень и очень небольшая. И, естественно, если бы следствие тогда правильно бы оценило, то и была бы правильная сумма, то очень бы сложно было вообще предъявить обвинение Андрею Викторовичу.